Ну не может же быть вот так, что вот просто взял и такой месиво, такой бред случился. А вот может. Для меня это, безусловно, такое показательное наказание за позицию. Постарайтесь не участвовать в большом зле и в большом несправедливости. Везде нужен театр. Везде нужен театр. Театром надо заниматься. Театр — это то, что помогает людям выживать во всех обстоятельствах. Женя это прекрасно знает. Нельзя отчаиваться. Отчаиваться только нельзя. Всем привет. Это подкаст «Свещательная комната». И здесь мы, его ведущие, я журналист Зоя Светова. И я журналист Вера Чилищева. И сегодня наш гость — Кирилл Серебренников. Добрый вечер, Кирилл. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, и действительно у нас сейчас добрый вечер, потому что мы записываем Кирилла Серебренникова вечером. У него было время после спектакля с нами встретиться и поговорить. Но мы будем говорить сейчас о другом спектакле. О спектакле «Финист. Ясный сокол». Это тот спектакль, о котором мы сейчас очень много говорим и пишем, потому что впервые вообще в истории России спектакль стал материалом уголовного дела. И режиссер, и драматург впервые сидят в тюрьме в России за свои произведения. Это Женя Беркович, режиссер, и Светлана Петрячук, драматург. И сидят они в тюрьме уже целый год. Сейчас идет судебный процесс. Почему мы пригласили Кирилла Серебренникова поговорить об этом деле? Это понятно, потому что Кирилл Серебренников знает уже не понаслышке, что такое суд, судебный процесс, что такое тюрьма, вообще уголовное дело. Я хочу напомнить о так называемом деле седьмой студии. Это дело началось в 2017 году, то есть уже почти, получается, уже 7 лет назад. И тогда Кирилл Серебренников, который был художественным руководителем Гоголь-центра, вместе с Алексеем Малобродским, Софией Апельбаум и Юрием Итином их обвинили в хищении государственных денег, которые Минкульт выделил на проект платформа. Летом 2020 года был приговор. Кирилла Серебренникова приговорили, Итину, по-моему, обоих вас приговорили, на три года условно. Слушайте, Зоя, уже не помню ничего, и, честно говоря, не хочется этот ад вспоминать. Вот тем более мы говорим не о нас, про нас уже что. У нас вся эта кавка закончилась, а вот у Жени и у Света она продолжается. Да, мы, конечно, будем говорить про них, но просто для того, чтобы начать, я должна была объяснить, почему мы вас позвали. Вы меня еще позвали, потому что я с Женей Беркович, я ее давно знаю, она моя ученица по школе-студии МХАТ. Не только потому, что нас преследовали или меня преследовали за искусство, которое кому-то не нравится, но называют это хищением денег. А их, так сказать, ставки теперь выше стали, их обвиняют в терроризме и вообще в экстреме, в чем-то там только не обвиняют, всего лишь из-за искусства, которое кому-то не понравилось. Да, их обвиняют в оправдании терроризма, но почему я говорила про ваше дело, вы уж простите, я хотела просто спросить вас, но вы уже ответили практически на мой вопрос. Ведь вот эти три года, что длилось ваше дело, вы как их сейчас? Вы их вспоминаете, эти годы? Это что для вас было? Вы вспоминаете их как? С горечью, с досадой? Или все-таки что-то было хорошее в то время? Вы же тогда много работали под домашними. Код, Зоя, я много работал, но я это не вспоминаю. Зачем вспоминать года, которые являются, в общем, понятное дело, травматичными? Потому что для людей, которые в этом всем принимали участие, имея в виду со стороны сидящих на скамье посудимых, это ничем, кроме дикой несправедливости и какой-то безумия, в общем, ничего не было. Поэтому вспоминать это, конечно же, не хочется. И наше дело относительно возможностей закончилось более-менее благополучным исходом. Хотя бы никто из нас не попал в тюрьму. Леша Малобродский, там, просидев в СИЗО, все-таки его адвоката как-то отвоевали, и он вышел из тюрьмы. А вот Женя и Света сидят уже год. И как бы, ну, в отличие от нас, к ним даже не смогли придумать вот эту, так сказать, экономические статьи, потому что они, ну, уж совсем никак не связаны с экономикой. Поэтому для того, чтобы их наказать, придумали совершенно дикую статью оправдания терроризма. И теперь это военные суды, закрытый процесс, и все совсем нехорошо. Кирилл, а я хотела вас спросить. Да, вы уже сказали, что Женя, в первую очередь, ваша ученица. Она училась у вас на актерском курсе в МХАТе. Ну, потом стала... На режиссерском. А, на режиссерском все-таки, да. Спасибо. Когда ее год назад арестовали, да, это ровно год назад, почти в мае было, вы в своем инстаграме, на своей странице написали такое очень эмоциональное и искреннее, реально до слез обращение лично к ней, где вы признавались, что вы ее любите, но напускная строгость мастера курса не позволяла это ей сказать раньше. Ну, так бывает. Вы просто как бы признавались и говорили, какая она. А можете нам рассказать, нашим слушателям, вот что это за такой химический элемент Женя Беркович, что это за фундамент, что у нее за корень такой, и вообще чем она уникальна? Вот вы как профессионал и как человек, которые ее любили, расскажите, пожалуйста. Спасибо за этот вопрос. Это действительно сделать достаточно легко. Она всегда была совестью курса, то есть она была человеком с такой повышенным чувством справедливости, абсолютным чувством справедливости. Она первая, кто стал заниматься на курсе благотворительностью. Ну, это я просто за скобки выношу творческие работы, которые у нее были фантастические, и сразу было видно, что у нее абсолютно режиссерское мышление, очень такое, как бы в сторону современного искусства. То есть она, при этом она оказалась безумно талантлива пишущим человеком, поэтом, литератором, драматургом. То есть она чувствует еще язык, как литературу, как способ коммуникации с аудиторией через язык для нее важен. Но помимо всего прочего, что меня как бы потрясло, она была одной из инициаторов такого нашего общего дела. Значит, мы придумали, что за провинности, которые на курсе, ну, разные бывают, кто-то напился, кто-то там что-то не сдал зачет или что-то неправильно сделал, у нас будет общее наказание. Ну, будет, вернее, не наказание, а как бы всю эту вину можно отмолить или как это исправить, загладить только одним способом – поработать в косписе. И наши ребята сначала вот как бы в качестве дисциплинарных «хочешь исправиться, ты идешь работать в косписе». А потом они уже просто и без всякого обязательства, без всяких, вернее, так сказать, без вот этого способа как бы исправить свои провинности, просто так ходили в косписы, ходили в вот эти учреждения, мыли окна, помогали волонтерам и вообще занимались активной волонтерской деятельностью. Вот заединщиком всего этого была Женя Беркович. То есть она, ну, один из самых порядочных и эмпатичных людей, которых я вообще знаю. У нее каждый спектакль, каждое ее высказывание, оно идет от сердца, от души, оно суперэмоционально, оно супер... она не могла пройти мимо любой несправедливости, либо, так сказать, на курсе, либо вообще вокруг нас. Поэтому, ну, таких людей, такие люди вообще в странах, у которых нормальная какая-то судьба, эти люди бывают гордостью. Вот такие люди, такими людьми надо гордиться. Талант, огромная эмпатичность и, в общем, если употреблять слово патриотизм в ни ложном, ни в пропагандистском, ни в извращенном виде, а в подлинном, в настоящем, под названием «Любовь к родине», «Любовь к отечествам гробам и родному пепелищу», вот это про Женя. Вот она настоящая, человек, который Россию любит как свою судьбу, которая про это тексты писала, которая про это спектакли делала, еще на курсе, и которая, в общем, как бы всегда абсолютно... Да, да, в общем, до кончиков, так сказать, пальцев и до ресниц любила людей, которые, так сказать, людей русских в России. Она ездила между Петербургом и Москвой, потому что она какое-то время жила в Петербурге, потом переехала в Москву. И вот я помню ее путевые заметки, я помню ее наши какие-то споры про театральную судьбу этих двух городов. Во всем этом всегда я знал, что вот Женя Беркович, в общем-то, как бы еврейская вроде бы фамилия, да, но это, если уж говорить, настоящая девушка русской, вот русской судьбы, что называется. И то, что произошло с ними, это для меня является непросто... Ну, то есть мы ничего как бы хорошего от государства уже давно не ждем, да, но здесь это... Это какая-то безумная несправедливость. Понятно, что это не случайно все сделано, это, видимо, какое-то сведение счетов или такое наказание публичное за оппозицию, за стихи, за... я не знаю, за что, за что-то. Кто-то вот велел наказать. И в результате наказуемыми оказываются порядочнейшие люди, те люди, которыми любая страна должна гордиться такого качества, талантливыми и порядочными людьми. Я Свету просто, к сожалению, не знаю. Я бы про нее тоже сказал, но знаю только Женю, а про Свету узнал уже потом, когда я читал пьесу, когда я читал, так сказать, уже потом увидел, что с ними произошло. Вот, так что вот так могу про Женю сказать. Спасибо. А какой спектакль, Женя, вы любите больше всего из тех, которые вы видели? Знаете, она у нас же хорошо очень... Она начинала, сделала несколько проектов в угольцентре. Это спектакль, один из которых шел достаточно долго по Ерофееву. А потом я видел считалку, которую она уже делала с дочерями СОСО, со своей командой. Тоже, понимаете, взять в наше капиталистическое время, где деньги трудно добываются, или там, чтобы их найти, надо что-то там сдать какую-то часть себя. Она, значит, нашла способ собрать творческую команду, творческую группу, делать спектакли. Делать спектакли такие, которые получают национальные премии, которые на слуху, на которых ходит вся Минскова. Но вот это ли не говорит о таланте, это ли не говорит о настоящей подлинной ценности? Спасибо, Кирилл. А вы знаете, вы только что сказали о том, что вот против них возбудили дело об оправдании терроризма, они не смогли возбудить дело по экономической теме, да? А есть такое мнение, некоторые журналисты считают, что вот это дело Верковича и Петричук – это как бы продолжение, это новое театральное дело, это продолжение вашего дела. Вы согласны с такой версией или нет? Знаете, я вообще-то не люблю версии, потому что, мне кажется, это всё уже гадание на кофейной гуще. Мы владеем, к сожалению, только той информацией, которую владеем. Вот вы ходили на суды и видели всё это, вот про это вы писали. А теперь суды закрыты, у нас нет никакой информации. Дальше всё это досужие слухи или какие-то домыслы. Это гадать невозможно. Я не люблю гадания на кофейной гуще. И могу сказать, что для меня это, безусловно, знаете, такое показательное наказание за позицию, как оно устроено. Какой-то начальник, там, попались, я не знаю, там, стихи, или попались, что-то попалось, знаете, вот попалось. И вдруг там начальственный окрик велел наказать. А дальше система начала уныло, так же, как и в нашем случае, когда сначала надо как-то наказать. Но придумали спектакль, которого не было. Знаете, давайте накажем за то, что взяли деньги на спектакль с онлитнюю ночь, и его не поставили. Но его поставили, вот он идёт в репертуаре в театре. Ай, не получилось, давайте искать что-нибудь другое. Давайте там платформа, и пошло-пошло. То есть, задача наказать. А как там наказать? Любого человека можно наказать за всё, что угодно. Вот в данном случае это, мне кажется, именно то самое. В каком-то смысле это ещё раз попытка составить творческих людей бояться не то, что говорить, а бояться своей тени. Бояться своей тени. То есть, Женя никогда не скрывала антивоенной позиции, Женя никогда не скрывала своей гражданской позиции. Ну, вообще люди, которые занимаются театром, они не могут быть милитаристами, они не могут быть людьми, которые приветствуют убийства других. Ну, просто не могут в силу профессии. Вот знаете, как странно видеть священников, которые говорят, что убивать хорошо. Ну, это же странно, да, что давайте ещё больше людей убьём. Когда так священники говорят, ты думаешь, наверное, они какие-то всё-таки не священники. Вот творческие люди, люди театра, для которых самое главное во вселенной – это человек, его жизнь. Это главное мерило. Это главная ценность. Это то, вокруг чего вся литература, весь театр, всё искусство вообще, в том числе и русское гуманистическое искусство, есть слово «гуманизм». Вот для них любое насилие неприемлемо. А если это вдруг расходится с задачами и идеями государства, то вот получаются такие вещи, свидетелями которых мы являемся. Я хотела спросить, немножко вернуться к суду над Женей, который недавно закрыли над Женей и Светой. И она когда-то выступала свидетелем у вас на процессе, как раз говорила, что спектакль был. И очень талантливо, и чётко всё это объяснила. Мы успели, мы общественности, журналисты, на нынешнем процессе до его закрытия, мы успели послушать Венианина Смехова, прекрасного, Ксению Рапопорт. Причём они были, Зоя, если что меня поправит, свидетелями обвинения. На минуточку, да? Нет, они были свидетелями. Но свидетелями обвинения были девушки из спектакля. Да, да. Это было трижды странно. Вот. И, конечно же, я думаю, и вы меня поправите, Кирилл, что если бы вы находились в Москве, в России, вы бы тоже пришли поддержать. Ну, даже не поддержать, а выступить свидетелем защиты. Нет, конечно бы я пришёл, это обязательно. Мы просто, понимаете, у нас в голове с вами, да, вот как бы в той модели мира, которой мы живём, нам всё кажется, что правосудие совещательное, что вообще оно есть. А вот то, что происходит сейчас, говорит о том, что, наверное, его уже и нету. Это уже, ну, так сказать, когда обвинение захлёбывается, когда у них нет никаких свидетелей, когда нет никого, кто может доказать это абсурдное, голословное, ничем не подкреплённое обвинение в терроризме, ну, просто совершенно кавкианское, то есть, ну, пьеса, совершенно современные девушки, какая исламская, какое, что за бред, кому это в голову пришло, ну, кому-то пришло, и мы ничего не можем поделать, мы ничего не можем с этим сделать, потому что они, потеряв все возможные доказательства, ну, вернее, как, не имея никаких доказательств, они просто закрыли процесс, чтобы не видели беспомощность и бессмысленность этого обвинения. Вы следите за процессом, вы, наверное, знаете, ну, или читали про такого человека, как Владимир Карпук, который изначально написал донос, и спектакль в Нижнем Новгороде Женин отменили, он выступал в суде, и, в принципе, успели все его послушать. Вот вы сказали только что, что вот актёры, да, режиссёры, вообще деятели культуры, они не могут быть, да, выступать за смерть, да, за гибель людей, но вот этот человек, он... Но он же не актёр, он так называется, у него в дипломе, который ему выдал Бесогон, значит, написано, что он актёр, ну, какой он актёр, какой он... Ну, вот человек, которому велели, ну, так сказать, его поймали на лжи моментально, ничего он не видел, ни на каком спектакле он не был. Ну, вот он просто, ему велели, учитель ли его, либо какие-то специальные органы. Ну, вот, к сожалению, помимо талантливейших людей, земля плодит и доносчиков. Ну, так устроено, к сожалению, всегда. Это так, увы, ничего с этим сделать нельзя. Природа человека несовершенна. Люди бывают трусливые, люди бывают лживые. Ну, вот такой лживый, трусливый человек, который хочет, наверное, совершить какой-то карьерный прорыв за счёт того, что... За счёт, так сказать, участия в этом позорнейшем процессе. Да, и уже снимается в фильмах про СВО, в том числе в Мариуполе. Ну, да, но он мечтает сыграть роль Жириновского. Сейчас он пробуется на Жириновского. Посмотрим, как ему, поможет ли участие. Ну, слушайте, это же карьер... Как это? Социальный лифт. Ну, вот раньше социальный лифт, и я ещё, извините, застал в России то время, когда социальным лифтом был талант, вот успешность творческой реализации или состоятельность творческая, или какие-то умения. А сейчас нет, вот уже лояльность и согласие на участие в пудлости. Ещё я хотела, знаете, спросить про золотую маску. В том, что когда я была на процессе, я заметила такую вещь, что прокурорша практически у всех свидетелей спрашивала про золотую маску, говорила о том, что это русофобская премия. И дальше вот тот же Карпов говорил, ну, теперь она другая, её реорганизовали и так далее, и так далее. Как вы считаете, арест Светы и Жени и дальнейшая реорганизация золотой маски, они как-то связаны между собой или нет? Или вы опять скажете, что это... Зоя, я не могу здесь ничего. Понимаете, мы хотим с вами, как люди, ну, какого-то более-менее структурного мышления, всё связать в какую-то цепочку. Ну, потому что нам кажется, что... Ну, не может же быть вот так, что вот просто взял, и вот такой месиво, такой бред случился. А вот может. Вот оказывается, не надо выстраивать никаких причинно-следственных связей, искать какие-то подводные течения. Просто какой-то начальник там увидел, я не знаю, где-то пост и потребовал наказания. Вот, собственно, и всё. А дальше система начинает крутиться. Они же за это получают зарплату. Они за это получают... Они вообще никуда не торопятся. А кто-то ещё за это получает вот эти награды, погоны там вся. Но мы много уже сейчас говорили про... Вы говорили про театральных деятелей, да, мы говорили про Карпука, про Осмехов и так далее. Но вот вы уехали в 22-м году, да, весной. Но вы сейчас уже живёте совсем в другой стране, очень много работаете, снимаете фильмы, спектакли и так далее. Но вы же следите за тем, что у нас происходит и что вообще происходит с театром. Вот всё, что мы видим, да, то, что нас возмущает, вот то, что снимают с афиш фамилии авторов. Я смотрела ваш спектакль «Лес», там режиссёр, режиссёр и так далее, и так далее. Машков и вот этот самый Богомолов получают, как говорится, два театра в одни руки, по два театра. Что из всего этого вас поражает что-то или нет? Есть что-то, что вас, ну, как бы вот сказали, ну, это уже совсем верх. Или вы уже к этому считаете, что это как бы это... Ну, это всё уже одно, и лучше на это не обращать никакого внимания. Ну, у этого падения нет дна. Ну, вот просто его нет. У, как бы, знаете, у отсутствия совести нет дна. У безумия, наверное, какого-то тоже нет дна. Мешок без дна, вот такой, знаете, без дна. Вот, поэтому я ничему уже не удивляюсь, ничего не... Ну, те люди, которые, про которых мы всё знали, но они оказались такими, какими, что мы про них и знали, собственно. Те люди... Я, так сказать, ни в ком не разуверился, потому что те люди, которых я люблю, и те люди, которых я ценю, они остались приличными, порядочными на хорошей стороне, так сказать, бытия. Вот. Те люди, про которых всё было ясно, ну, ещё до войны, было понятно, в какую сторону эти... так сказать, куда они движутся и что им интересно. Ну, они так и поступают. Поэтому война просто имеет такое свойство ставить, как бы заставлять людей принимать решения, которые в мирной жизни они могли бы... принятие которых они могли бы избежать. Ну, то есть она просто обостряет все черты. Человек благородный становится жертвенным, жертвенным человеком, ну, какой-то, скажем, с противоречиями внутренними становится подлецом или трусом, ну, и прочее. То есть она выявляет многое, война, как это описано во всей литературе. Вот. Вот такие роды испытания. Вообще человеку не надо, как бы, подлость заставлять человека выбирать. Война – это вот этот проклятый выбор. Но люди могут жить в мире и как-то оставаться в зоне человечности, не имея необходимости каждый день выбирать. Как бы мы там медленно все приближается к этим большим репрессиям, да, в то самое время, когда люди вынуждены были оговаривать либо своих друзей, либо своих родственников, чтобы выжить самим. Вот мы сейчас в этой точке, к сожалению. Вот. И что с этим делать? Ничего. Маятник качается в ту сторону, в которую он сейчас несется. Но рано или поздно он остановится. Поэтому иногда мне хочется как-то... Я понимаю, что люди, которые смотрят ваш подкаст, это не те люди, которые принимают решение закатать в бетон или наказать строго молодых двух невинных ни в чем девушек, талантливейших. Они не смотрят эти подкасты. Но может быть, вот среди зрителей есть какой-нибудь товарищ майор, который по традиции с советских времен Зоя за вами как-то приглядывает. И может быть, они послушают и как-то, может, кому-то передадут. Я вот все хочу сказать, что вы знаете, ну, маятник же когда-нибудь качнется и в обратную сторону. И как-то дорогие или недорогие, или просто люди, которые всем этим занимаются, ну, поймите, в конце концов, что можно, ну, не быть настолько отягощенными злом. Мы все прекрасно понимаем, что вы часть системы, у этой системы есть свои законы, и вас иногда, так сказать, вы по команде ходите в том направлении, куда вас посылают, и заставляют делать то, что вас заставляют делать. Но можно хотя бы не включать этот вентиль с газом, понимаете? Можно хотя бы не соучаствовать в большом и совершенно кошмарном зле. Ну, хотя бы сделать шаг назад, ну, хотя бы не прикасаться к этому вентилю с газом. Вот, поэтому потом же, когда маятник рано или поздно качнется в обратную сторону, вам может быть не по себе, может быть плохо. Поэтому подумайте именно о том будущем, которое рано или поздно наступит. Оно наступит или для вас, или для ваших детей. Это будет очень некомфортно. Так же, как после большого террора тем людям, которые в нем принимали участие, были времена в России, когда им было плохо, когда им было сложно, когда им было тяжело, и надо было скрываться, или они иногда, даже что уж говорить, заместили в тюрьмах тех людей, которых они без вина сажали. То есть, все в этой стране, вот эта, так сказать, периодичность преступлений, наказаний и этот маятник, качающийся и сносящий в обратную сторону тех, кто вроде бы был при власти, при силах. Это, в общем, история известная. Это история уже много раз описанная. И ввиду того, что мы ходим по тем же кругам, ну, видимо, и развязка очередная будет похожа. Поэтому, ну, постарайтесь не участвовать в большом зле и в большой несправедливости. Ну, уже все поняли. Но уже эти девочки не будут ни о чем говорить, не будут писать для вас стихи, не будут ничего. Просто отпустить их, они ни в чем не виноваты. Спасибо большое, Кирилл. Это действительно так точно сказано. У меня последний вопрос. Возможно, он дурацкий, но тем не менее развязка близится по процессу Жени и Светы. И я думаю, что приговор будет точно до Нового года. И с учетом того, что вы уже говорили, и Зоя... Вера, простите, до какого Нового года? В смысле, вы имеете... Ну, я имею в виду до конца года. До конца месяца, я бы сказала. До конца месяца, но, может быть, там растянется еще. Я не знаю. Но, в общем, в этом году будет приговор уже. Ну, насколько я знаю, в этом деле нет томов. В нем нет ничего. Оно абсолютно пустое. Это видно всем юристам, полуюристам. И не юристам вовсе. Этого дела не существует. Если их посадят в тюрьму за несуществующее дело, то это чудовищное... Ну, это чудовищное зло, во-первых, будет совершено на наших глазах, которое уже даже не пытается прикрываться никакой, так сказать, никаким правосудием. Это просто расправа. Просто расправа. Нелегитимная, не нарушающая все законы, как сейчас нарушается принцип состязательности в процессе, который вдруг неожиданно почему-то на аргументах защиты оказался закрытым. Да. И я напомню нашим слушателям, что им грозит до пяти лет максимальное наказание девочкам. Да и больше. Семи лет им грозит от пяти до семи лет. По этой статье, да. До семи лет. Но там есть штраф. В любом случае, я просто хотела спросить, что бы вы сказали Жене, чем бы все не закончилось, что бы вы ей хотели сказать сейчас? Ну, я и Жене, и Свете хотел бы сказать, что нельзя отчаиваться, что в самой любой чудовищной, адской, ужасной ситуации ищи что-нибудь хорошее, что-то хорошее там найти можно. Для Жени это наблюдение. Женя сейчас пишет книги. Вот я имею в виду не физически, ей там не дают писать, но для нее это такое, как и Света. Они литераторы. Они всю эту историю потом опишут. Эти люди, которые устраивают над ними расправу, в опасности. Они пытаются расправиться с такими талантливыми и такими острыми на таланты, на литературный язык творческими единицами, как бы есть шанс, что это потом выльется в какие-то очень интересные произведения искусства. Будь то пьесы, будь то романы, будь то... То есть это пытаться, когда, знаете, в аду найти что-то хорошее, ну, наверное, можно найти это хорошее. Если, так сказать, отведет, то отведет, будет хорошо. Если не отведет, то везде нужен театр. Везде нужен театр. Театром надо заниматься. Театр – это то, что помогает людям выживать. Это во всех обстоятельствах. Женя это прекрасно знает. Нельзя отчаиваться. Отчаиваться только нельзя. Маятник качнется в другую сторону рано или поздно. Это надо знать. Как мы понимаем, в России надо жить долго. Вот. Чтобы увидеть, вот как он в другую сторону качнется. Но вас, про вас знают девочки, и вас любят такое количество людей. В России эти люди боятся сказать. Ну, единицы не боятся. Очень много боится. А вот здесь, в Европе, поддержка огромная. Люди знают ваши имена. Вы настоящие звезды. И это не связано с тем, что звездами становятся только те, кого преследует советско-российское государство. Нет. Они в разных театрах Европы произошли читки, пьесы, Светы, Жени. Их к ним относятся с огромным уважением как к авторам театральным театром-мейкерам. К девушкам смелым, умным, ярким, умеющим делать театр не такой, как у всех. Вот. Поэтому я думаю, что в этом чудовищном аду, кошмаре, можно найти что-то и обнадеживающее, так скажем. Отчаиваться нельзя. Мы с вами, наши сердца с вами. Мы вас очень любим. Спасибо большое. Мне кажется, на такой потрясающе искренней ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, Кирилл. Спасибо за то, что в конце все-таки вы дали нам какую-то надежду. И вы не захотели отвечать на мой тогда первый вопрос. Он для вас был травматичный. Как вы это пережили? Но сейчас вы сказали, что и в аду тоже можно выжить. И я очень надеюсь, очень хотелось бы, чтобы ни Свети, ни Жени не пришлось бы переживать, продолжать этот аг, дожить, продолжать в этом аду, и чтобы они оттуда выбрались, чтобы Левиафан разжал свои челюсти и их выпустил. Будем на это надеяться. Нам больше ничего не остается. И важно... Просто у Левиафана, как вы справедливо говорите, есть еще, знаете, человеческие проявления. То есть он состоит из людей. Он не состоит из чего-то неописуемо сакрально-большого, метафизического только нет. Он состоит из конкретных людей. Из судейских, из конвойных, из следаков, которые понимают, что у них ничего не вышло и никакого дела нет. У судейских, которые знают, за что ее судят по-настоящему и понимают, что они участвуют, соучаствуют в большом зле. У конвойных, которые, как я знаю, с сочувствием относятся к ним. К ним относятся с сочувствием даже в тюрьме. Потому что понимают, что они вообще невиновны ни в чем. И что это какая-то месть какого-то конкретного человека, который умеет запустить вот эту... Ну, мы примерно можем догадаться, что это за люди. Которые умеют запустить всю эту волынку. Поэтому я очень надеюсь, надеюсь еще и на милосердие, которое, как известно, всегда важнее всего, в том числе и справедливости. И все-таки какая-то секунда этой надежды на милосердие у меня остается. Хорошо, будем надеяться на милосердие. Спасибо большое, Кирилл. Слушайте наш подкаст на Apple Podcast, на YouTube. Ставьте лайки. И всем пока. И будем надеяться, что мы... Пройдет какое-то время, и Женя со Светой тоже придут к нам и расскажут, как это было. Спасибо. Спасибо большое, Кирилл. Женя! 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 Света! 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 Света!